Короткие рассказы Самым сложным для меня было принять тот факт, что я типичная алкоголичка. Раньше успокаивала себя тем, что бокал вина лишь для снятия стресса. Год назад, каждый вечер после работы, я выпивала по бутылке вина. Был по-настоящему сложный период на работе. Мозги вскипали. Но это лишь предлог. Я в любой момент могла перейти на более простую работу и не напрягаться, но не делала этого. Всем жаловалась, что сложно. Но это позволяло мне уходить от общения с другими людьми, в том числе и с родственниками. Тогда у меня в коридоре за два месяца скопилась настоящая гора из бутылок. Господи, как же мне было стыдно выносить их на мусорку. Чувствовала себя настоящей алкашнёй. Да я и есть алкашня. Сейчас выпиваю по бокалу вина каждый вечер. Пыталась совсем отказаться от алкоголя. Не смогла. Но настоящим подвигом для меня стало сокращение размеров дозы с бутылки до бокала. Я этим совсем не горжусь. Даже наоборот. Стыдно, что совсем не прекратила. Но с другой стороны, у меня в жизни больше и нет ничего. Вечером я после работы стираю вещи, убираю или готовлю в крошечной квартире. И, конечно, выпиваю. Заняться нечем. Да и не хочется. Как масочный режим испортил свидание. Масочный режим, да и в целом пандемия, отразились на всех сферах жизни. Даже знакомиться с девушками стало трудней. Не только потому, что надо было соблюдать социальную дистанцию, и все шарахаются, если подойти близко, но и по причине частого ношения масок. Теперь не сразу понятно, как выглядит девушка. Дабы не попасть в неловкую ситуацию, надо следить за тем, как выглядит человек под маской. Но снимают их не всегда, поэтому приходится идти на риск. Настоящая лотерея во время знакомства. Однажды в очереди на кассу продуктовом мне приглянулась одна барышня. Была она в шапке и маске. Волос почти не видно. Лишь глаза выглядывают из-за маски. Глаза, кстати, правда, были красивые, но фигура еще лучше. Успела ценить и рассмотреть все, пока стоял позади. Начала общаться, сделал комплимент. Она уклончиво отвечала, хихикала, толком не подавая голоса, отвечала жестами, языком тела, короче. Я шутил, извивался как уж, стараясь привлечь ее внимание. Когда она немного спустила маску, я обомлел. В итоге оказалась та девушка, моей бывшей, с которой мы расстались не на самой позитивной ноте. Расстались еще полгода назад и с тех пор не виделись. Но не узнал я ее, с кем не бывает. Все маски виноваты. Выставил себя полным дураком в этой очереди, пока она надо мной посмеивалась. Самогонная дезинфекция подъезда. И смешно и плакать хочется от наших соседей. История началась сегодня рано утром. Пошел утром на работу. У подъезда стоит острый запах спирта. Аж глаза режет. Пока до первого этажа спустился, думал о косею. У лавочки стояла бабушка-соседка с садовым распылителем и несколькими пустыми бутылками. Поздоровался. Обменялись парой фраз. Суть вот в чем. Бабушка взяла деда в самогон и дезинфицировала им весь подъезд. Аргументы у бабушки следующие. От управляющей компании не дождешься дезинфекции. А второй аргумент. У деда самогон какой-то специальной тройной перегонки с содержанием спирта 75-80 градусов. Меня аргументы вполне убедили. Вечером, когда вернулся домой, через стенку отчетливо слышал, как дед орет на бабку за израсходованный на дурное дело самогон. Жена сказала, что они весь день так собачатся. Нашел в кладовке две бутылки водки. Все равно ее никто не пьет у нас. Пошел к соседям. Открыл дверь дед. Я поблагодарил его за то, что он пожертвовал самогон на благое дело. В качестве благодарности вручил ему два пузыря водки, каждая по литрушке. Дед явно не ожидал такого поворота. Поблагодарил и ушел. После у них была тишина. Никто не ругался. Свидание на крыше заброшенного завода. Недавно с подругами вспоминали, у кого из нас были самые безумные свидания. Мое свидание оказалось самым безумным. Когда училась в институте, мой будущий муж, учившийся на том же потоке, предложил сходить с ним на романтический обед в необычное место. Мы приехали на территорию заброшенного деревообрабатывающего комбината. Если честно, то я даже испугалась, когда пробиралась с парнем на крышу старого завода. Чтобы попасть на крышу, нужно было пройти через большую металлическую дверь. На плоской крыше стоял старенький советский столик, накрытый белой скатертью. Парень достал из рюкзака две шаурмы, большую бутылку колу и стаканчики. Сам обед прошел удачно, но солнце поднялось над самой головой и на крыше стало очень жарко. Я предложила уйти из этого романтичного места. Парень согласился. Когда мы подошли к двери, он потянул за ручку и оторвал ее. Дверь под солнцем нагрелась и расширилась. Мы оказались запертыми на крыше. Сначала нам было весело, но потом стало страшно. На крыше становилось все жарче и жарче. В течение часа мы допили остатки колы, просидели на крыше до семи вечера, пока солнце не опустилось. Кое-как парень смог открыть дверь. Я еле спустилась, потому что была очень сильно обезвожена. От шаурмы болел живот, а ноги были ватными из-за отсутствия сил. На следующий день парень перезвонил и извинился за дурацкое свидание. Он снова меня пригласил на свидание. На этот раз влез, но я в качестве альтернативы предложила просто сходить в кафе. Практикантка и браконенавистник. Жил да был один холостяк. Ну, как холостяк? Он всем говорил, что никогда ни за какие коврежки не женится. Хотя не так. Помнится, он говорил несколько иначе. Не полезу в этот фарс под названием брак. Я же не баба-раб. Самые любимые его фразы, которые вывели меня больше всего, это любовь придумали женщины, брак придумали женщины, чтобы манипулировать мужчинами, женитьба не для умных людей, свидание для слентяев. Да, смешно, конечно. Если следовать его логике, то все зло от женщин, и именно им и нужен брак, чтобы угнетать бедных мужчин. И именно женщины придумали любовь морковь, свидание и прочую ванильную чепуху. Все поменялось в 2017 году, когда ВУЗ прислал нам очередных практикантов. Одну из юных, но при этом совершеннолетнюю практикантку закрепили за тем самым браконенавистником. Мы всем коллективом наблюдали за тем, как мужчина ухлёстывал за девушкой на 7 лет младше его. Как он стелился перед ней. Это лучше любого ток-шоу. Все его прошлые речи прекратились. Уже третий год встречается с той самой девушкой. По-моему, это очень иронично. Недавно узнала, что та самая девушка беременна, и коллега расписался с девушкой. Втихаря женился. Эх, надо было на диктофон его речи про брак записать, чтобы сейчас подкалывать. Мы тут всем коллективом смеёмся. Не смогла принять детей мужчины. В прошлом году я познакомилась с интересным мужчиной. Проявил он себя очень положительно. Наши отношения стали развиваться стремительно. И настал момент, когда мы стали жить вместе. Но в каждой бочке мёда есть своя ложка дёгтя. Так и в этом случае. У мужчины было двое детей, которых он воспитывал самостоятельно. Младшему сыну 4 года, а старшему 6 лет. Первая неделя прошла спокойно. Хотя, может, я просто не замечала надвигающейся катастрофы из-за беготни и переезда. Дети стали изводить меня. Каждый следующий день был хуже предыдущего. Они демонстративно не ели еду, которую готовила я. Поступали наперекор всем моим просьбам. А переполнила чашу моего терпения последнее событие. Они ножницами изрезали мою юбку, в которой я ходила на работу. В качестве смены одежды у меня была ещё одна юбка и брюки, которые на тот момент находились в стирке. Пришлось пропустить рабочий день. Я получила выковр от начальства, а мужчина даже не поругал своих детей за такой поступок. Мы в тот день очень с ним повздорили. Я собрала вещи и вернулась в свою квартиру. С тех пор больше не общались. Я думала, что смогу поладить с детьми, но ошибалась. Это просто выше моих сил. Не смогла. Не захотела смочь. Я смотрела на детей и чувствовала, что они меня ненавидят. Больше не буду встречаться с мужчинами, у которых есть дети. Не хочется наступать на грабли дважды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова